Будет дождь, не будет. Я борщ варила. Владимир Андреевич ушел на рынок. Патрик уже три раза погулял. Время 10 утра. Вот такая вот у нас погода. Вчера здесь большую гусеницу опять обнаружила, а на другом окошке восемь гусениц. Откуда они берутся, непонятно. Прямо изъели вон весь цветок, вон как изъели его. Ведь каждый день проверяю, каждый день. И поливаю каждый день, потому что иначе они завяли бы все эти цветочки. Эти гусеницы, что ли, бабочки, все здесь отложили на зиму. Не понимают, что эти цветочки, совсем даже не зимние, красота моя. Объели вон, как объели. И ведь так прячутся, что их не найти, а такие здоровые, зеленые, большие, жирные. Безобразие, безобразие. Такой вот борщ. Конечно, лучше, когда свеколка домашняя, но что-то не продают на рынке. Пришлось воспользоваться вареной свеклой, которую в магазине муж купил. Ну, на вкус очень вкусный получился. Кстати, эти кастрюли очень хорошо держат тепло. Вот эта вот дырочка. Отсюда пар выходит, можно закрывать. Не бояться, что выкипит что-то. И долго-долго все горячее остается. Потому что, видимо, толстое дно. Кастрюля замечательная. На 10.80. Вот такая вот вода минеральная. У меня внучка сподвигла такую вот воду пить минеральную. Она у меня медик. У меня плохой иммунитет был. Не очень хорошие анализы, когда я болела. И вот она сказала, пей такую минеральную воду. И я следую ее совету. Владимир Андреевич из-под крана пьет. Ну, иногда, когда холодная вода есть, вот такая вот минеральная, он пьет. Вот такие вот фрукты. Нектарины. Так, а сколько нектарины стоят? Минеральная вода, кстати, 2.02 стоит. И плюс 10 центов бутылка, значит 2.12. Без скидки нектарины 2.99 килограмм. Ну, даже если они когда твердые, они полежат несколько дней. Очень даже вкусные. Вот такой вот сыр 2.69. Ничего нет со скидкой практически. Все скидки закончились. Сколько? 200 грамм. Такой вот сыр. Вот такие вот персики. 2.59 килограмм. Тоже они еще твердые. Ну, тоже полежат. И вот такое вот печенье. 50 центов. Тоже без скидки. Мы через несколько дней уезжаем на хутор жить. На 10 дней дочка с зятем улетают. Поэтому мы будем жить там. Вот сыр, печенье. Туда. Ну, надо будет еще продукты покупать. Будем дышать свежим воздухом. Если будет жарко, муж будет загорать. Следить за котиками. Выпускать их, запускать, кормить. Собачулечек обихаживать. Поливать в теплице. Собирать огурчики. Ну, в общем, заниматься делами. Поливать цветочки. И все прочее. И получать от этого большое удовольствие. Интересно. Солнышко светит. И дождь цвет. Мелкий такой и частый. Ночью дождь тоже шел. За лето так кусты выросли. Погода как раз солнышко. Тепло, потом дождь. Дождь теплый. На солнце сверкая каплями, падая, кружит. По карнизам, террасам и крышам машин. Барабанит и плещется в лужах. Кто идет и поет, кто танцует за зонтом. Без плаща, кто бежит неуклюже. Сегодня дождь ласковый, наполненный душевной лирикой. Удивительный, задумчиво-мечтательный. Ну, кастрюлю купил? Да. Какое счастье. Пойдут Патрикова со вкусняшками. Ну, вы все кончились, что ли? Все кончается. А что ты там не купил? Там рядом с магазином, зоомагазин. Прямо вот рядом, в следующем доме. Не нужен. А, в следующем доме. Я и так на автобус опоздал. И что? А еще пошел бы туда и на маршрутку бы опоздал. Долго ждал? Ну, прилично. То есть, получается, наверное, минут 30 туда-обратно доехать, да? Ну, вот. Уехал я в 11, сейчас 12, ровно час. И полчаса транспорт ждал? Здесь ждал, стоял. А ливень-то какой был? Я не знаю, я не попал, видишь. Видишь, как хорошо. Повезло тебе. Да. Решили купить еще одну такую кастрюлю. Она одна оставалась там. Вот, ее тоже забрали. 39,99. Мало ли так вот холодец сварить надо будет. Или что-то еще. Поэтому кастрюля замечательная. Просто замечательная. Марка. Для любых плит. Вот. Для индукционной, газовой, электрической. Для любых плит. Керамической плиты. Вот такая вот чудесная кастрюля. Очень долго держит тепло. Когда я варю индукцион первое, то обед, оно еще горячее. Представляете, как держит здорово тепло. Клубника 14 евро. Вот эти две коробочки. Не ах, конечно, совсем. Совсем не ах. Раньше они перебирали. А теперь вот как есть, так и торгуют. Такими вот. По такой цене. Ну. Что сделаешь. Для мужчины можно и так отдать. Правда ведь? 6.32. Вот такие вот. Две упаковочки. Мы их кусочками маленькими-маленькими ломаем, чтобы ему удобно было кушать. Просили показать лечо из баклажан. Вот я прочитаю. Подсолнечное масло 2 стакана. Баклажаны 2 килограмма. Помидоры 1 килограмм измельчить в комбайне. Болгарский перец 700 грамм. Морковь 700 грамм. Лук репчатый 700 грамм. Чеснок 1 головка. Уксус 9% 3 столовые ложки. Сахар 150 грамм. И соль 2,5 столовых ложки. Ну и каким образом это все готовить? Все пережарить по очереди. Баклажаны очистить и порезать кубиками. Морковь на крупной терке. Болгарский перец порезать. Помидоры измельчить в комбайне. Лук репчатый порезать. Чеснок покрошить мелко. Уксус добавить перед закрытием крышкой. Вот. Вроде все прочитала. Вроде все понятно. Значит, уксус перед тем, как закрыть крышкой банки добавлять. 18-20. Передак. 31 июля. Дождь то идет, то проходит вот такое небо. Четверг. На улице холодно. Градусник показывает плюс 16, но мне кажется, еще меньше. Такое серое небо. Прям как осень на улице. А сегодня 1 августа. Сегодня пойду к маникюрши. К трем часам дня. Вот такая вот погода. Вот такой вот завтрак. Мой творожок. Владимир Андреевича творог. Банан. Сметанка. Черничка. Клубника. Эстонская. Сливки. И кофе поставлю сейчас. Кофе. Душистый, ароматный кофе. И вот такой вот завтрак получается. Это вот потрешенный завтрак. Вкусняшечки. И мяско ему. Позавчера только было 8 гусениц. Вон их сколько тут. Посмотрите. Вон что творится. 2, 4, 6, 8, 10, 12 штук. И вон они объели. Короче, надо ящик выкидывать. Так, какой-то ужас. Еще цветов много. Ну, все это безобразие надо выкидывать. Все. Жалко. Первый год такой у меня. Чтобы вот такое вот безобразие было. поставили туда, потому что цветов много. Просто так выбросить жалко. Прямо ящики туда поставили. Поэтому пусть он там стоит. Сейчас окно буду мыть. Ну вот, помыла окошечко. Чистенькое. Теперь пойду сейчас второе окно мыть. Ну вот, все убрала, помыла. Посмотрим, как там цветы поживают, дождь льет. Гусеницам будет, наверное, там очень даже радостно. Потому что, когда они на окне стояли, вода туда не попадала. Не знаю, всех я убрала, гусениц оттуда или что-то осталось. Сатрюша, туда никак. Там дождь идет, да? Ой, зайка. Я приехал, помидорки привез. Спасибо большое. Помидорки вот такие вот красивые. Очень красивые. А это салатный огурчик. Передала еще дочка. Вот такую пасту зубную. Очень хорошая. Она около 5 евро стоит. Очень хорошая зубная паста. Напишите, какой вы пастой зубной пользуетесь, кто живет у нас в нашей стране. Может быть, у кого-то есть любимая паста зубная. Напишите. Вот дождь у нас. Я намыла окна, пропылесосила. Осень осенью. Вот такая вот погода. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Пишите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok